В Херсонессе начала работу пятая международная научная конференция. Ее тема – исторические, культурные, межнациональные, религиозные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока. На форуме 85 докладов представят 120 участников из разных городов России и зарубежных стран. В онлайн-формате о своих исследованиях расскажут ученые из Румынии, Турции, Швейцарии и других государств. В течение трех дней будут работать секции по разным направлениям. Археология, религия, культура и политология. Участники форума представят полную картину взаимосвязи Севастопольского региона со Средиземноморскими и Восточными странами. Доклад Александра Чудинова посвящен египетскому походу Наполеона. Ученый исследовал, как французы безуспешно пытались насаждать свою демократию в африканском государстве. Есть разные культуры, и каждая культура имеет свои особенности. И нельзя к одной культуре лезть с критериями, с ценностями другой культуры. Тем более, когда эти ценности наслаждаются при помощи штыков. Сотрудники Севастопольского государственного университета совершили несколько экспедиций в Сирию, Египет и Судан. Обнаружили около 120 объектов, часть из которых уже обследована. Прежде всего, они дают нам знания о истории мореплавания, навигации в этом районе, о портовых фортификационных сооружениях. То есть, это знания, которые позволяют нам понять всю систему мореплавания и портовой инфраструктуры в этом регионе, начиная с античности и заканчивая средневекованием древности, вплоть до нового времени. Исследования сотрудников музея-заповедника Херсонес-Таврический посвящены предметам, найденным при раскопках древнего городища в разные исторические периоды. Мой доклад посвящен классификации одного типа тарных сосудов, которые были распространены здесь, в Херсонесе, в седьмом, в начале девятого века. И здесь мы просматриваем связь с Ближним Востоком. То есть, прототипами этих сосудов являлись ближневосточные образцы. У Института Востоковедения Российской Академии Наук давние дружеские связи с Херсонесом. Это общие археологические экспедиции, создание научных статей. Все это необходимо для плодотворного сотрудничества, считает заместитель директора Института Востоковедения Наталья Романова. Во-первых, возможность нашим ученым изучать то, чем они занимаются воочию. Одно дело изучать в библиотеках среди книг, а другое дело видеть то, что они чем занимаются много лет наяву. Совсем другая возможность потрогать, увидеть, почувствовать, она бесценна для ученого. Все доклады пятой международной конференции вошли в научный сборник. С ними можно ознакомиться в библиотеках и на сайте музея-заповедника и Севастопольского госуниверситета.